Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева. Пришло время универсального формата на телеканале Самара Гиз. Всех приветствуем, всем желаем хорошего солнечного настроения. Ну а как не весной, например, петь песни, встречаться с друзьями и весело проводить время на природе или где-нибудь в хорошем концертном зале? Например, в филармонии 20 апреля состоится удивительный концерт из цикла «Созвездие солистов» замечательного нашего коллектива, который гремит на всю страну и который, мне кажется, все вы хорошо знаете. Это государственный волжский русский народный хор имени Петра Милославова. Сегодня будем встречать солистов, руководителей, но пока вам для настроения скажу, во-первых, телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня будут вопросы, сегодня у нас будут музыкальные для вас задания, так что если вы хотите попасть на концерт, давайте будем совсем скоро созваниваться. Ну и сейчас, как я уже сказала, для настроения небольшой фрагмент концерта «Легенда седых жигулей» «Я лечу над Россией», где как раз-таки замечательные солисты покажут то, на что они способны и, так скажем, зададут нужный тон нашей программе. Не переключайтесь. Я лечу над Россией, словно в сказочном сне, и дубы вековые машут кронами мне. Купола золотые тополей седина О, Россия, Россия, ты такая одна Купола золотые тополей седина О, Россия, Россия, ты такая одна Вижу в лесу в лесу в лесу, в лесу в белый дырак Великаны-отесы, ах, солдаты стоят Облака грозовые и озера тишина О, Россия, Россия, ты такая одна! О, Россия, Россия, ты такая одна! Вижу села и клады, зешу ровом трою, Уходили солдаты, ой, союность свою. Все святы полевые, опалила война. О, Россия, Россия, ты такая одна! Век не будет, век не будет, Век наше небо во плет, Пусть и счастливы люди, Вы на этой земле! Как весны посевные, Слышу крик, нет журавлей, Я ищу от России, от России моей! Я ищу от России, от России моей! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Художественный руководитель Государственного Волжского Русского Народного Хора имени Петра Милославова Валерия Анучин. Здравствуйте! Здравствуйте! Сослуженный работник культуры Российской Федерации, главный дирижер Оркестра Народных Инструментов Виртуозы Самары Павел Третьяков. Здравствуйте! Добрый день! С нами здесь также главный хормейстер и солистка хора Елена Каплина. Здравствуйте! Здравствуйте! И человек-оркестр, который сегодня за всех, и Дмитрий Данилин, артист Оркестра Народных Инструментов Виртуозы Самары. Пожалуйста. Ну что, 202-11-22, телефон прямого эфира. Пожалуйста, делитесь с вами впечатлениями от выступления этого замечательного коллектива. Может быть, вы хотите попасть на созвездие солистов, и для вас у нас есть замечательные музыкальные загадки. Наш сегодняшний человек-оркестр будет наигрывать вам что-то очень знакомое, любимое, родное. Ну а если отгадаете, получите. У нас два комплекта билетов на двоих каждый, так что звоните. Ну что, наверное, я сейчас Валерию слово хочу дать. Созвездие солистов. Как выяснилось для меня, это целый цикл концертов, да? Что интересного 20-го числа у вас будет? Ну да, у нас это... И мероприятие уже и в этом году будет четвертое. Вот. И у нас такое есть, у нас уже есть такие как бы и концерты, и которые мы делаем и каждый год. Это вот будет в сентябре месяце открытие 64-го и сезона Ивовского хора. И вот такой мы сделали и концерт, и созвездие солисты Ивовского хора. Мы его делали специально для того, чтобы артисты, которые... Есть молодые артисты, которые потихоньку становятся и профессиональны, и мы им даем возможность тоже уже начинать как бы исполнять и сольные вещи. Тоже очень важно, и для артиста это есть определенный рост. Ну а этот концерт будет интересен тем, что в этом концерте мы первый раз попытались и соединить очень много. У нас будет и народные песни, у нас будут и эстрадные песни, у нас будут и джазовые вещи. Ох ты, вот это неожиданно. Да, и еще у нас будет интересный блог, который будет и посвящен 70-летию побед. Так что в этом концерте как раз вы, ну, и зрители Ивовский хор увидят уже совсем тоже, опять же очередной раз и с другой стороны и тоже. Интересно, джаз, по крайней мере, для меня и Ивовский народный хор что-то интересное. Да, мы вот... Экстравагантно, я бы сказала. Вот мы все пытаемся перементировать. Пьюжин такой получается, сделать интересный микс. Я думаю, надо сейчас немножечко раскачать наших зрителей, чтобы дождаться звонков. Может быть, сыграем какую-нибудь такую мелодию, не самую простую, пожалуйста, чтобы наши зрители отгадали. Давайте. А дальше додумайте сами. Есть ли у нас телефонный звонок? По отсказку можем сделать. Звоните. 202-11-22. Мне кажется, тут больше, чем достаточной информации. Если вы угадали, что за мелодия, друзья, звоните. 202-11-22. Билеты на созвездие солистов у вас будут в руках уже. Как подготовка идет, Павел? Расскажите нам вообще, что интересного? Как мундструете вообще? Может быть, какие-то есть специальные, не знаю, у вас мероприятия именно к этому концерту? Вот хотелось бы вначале все-таки, наверное, поздравить всех самарцев, дорогих, с наступившим светлым праздником Пасхи. Да, неделя идет светлая. Христос воскрес. Сейчас, я думаю, что артисты оркестра «Виртуоз Самары», ну, естественно, и как весь Волжский хор, находятся на таком хорошем творческом подъеме. Оркестр буквально три недели тому назад возвратился с международного конкурса, где завоевал высшую награду Гран-при. Мы очень рады, очень довольны, естественно, хотим побыстрее встретиться с нашим зрителем, с любимым. Подготовка идет очень серьезная. Очень, как Валерий Иванович уже сказал, хочется как можно больше показать разнообразие и возможности, и как оркестра, как солистов, как музыкантов. Очень будет, тоже, на мой взгляд, это все достаточно интересно. Некоторые произведения прозвучат вообще впервые. Рискуете такое, как бы? Почему рискуем? Мы готовимся. Как понять, рискуем? Риск и благородное дело. Ну, раз уж пробуете что-то новое сразу. Некоторые произведения были сделаны специально для этого концерта. То есть это совершенно, ну, может быть, музыка сама по себе знакомая, но для, так сказать, исполнения в оркестровом варианте это будет ново, интересно. Есть произведения, которые и будут узнаваться нашим зрителям. Очень много песен, солисты Волжского хора, опять же, как Валерий Иванович сказал, будут не совсем в свойственной себе манере исполнять. Мы сейчас у солистов потом спросим, почему они там готовятся. Это истрада, это советские песни советского периода. В общем, идет очень серьезная, хорошая, творческая подготовка. Мы стараемся, мы очень постараемся, чтобы зрителю хотелось эту программу посмотреть еще и еще раз. Что касается зрителей, у нас есть опытливые наши дорогие зрители. Давайте выясним, кто нам дозвонился. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Ирина, ну что, давайте для вас сейчас мы еще раз сыграем мелодию. Если вы знаете слова, может быть, вы нам подпоете немножечко. Я уже отгадала. Ага, так, что же за мелодию мы сыграли? «Спеть без петь кругом». Угу. Вот, правильно. Так, ну мы просто так вам билеты не дадим. Вам придется сейчас в режиме реального времени, так скажем, отгадать вторую композицию. Готовы? Супер. Давайте. Охренеть. Отлично. Браво. Два билета отдаем мы вам. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с творчеством этого коллектива, русского народного хора? Бывали ли на выступлениях? Я на выступлениях не бывала, но, естественно, слышала и очень хочется сходить на выступления. Конечно. Будем рады вас видеть. Вот у вас есть уже такая замечательная возможность. Спасибо, друзья. Ну что, может быть, среди вас найдется еще кто-нибудь, желающий попробовать свои музыкальные силы? Звоните. Наш Дмитрий замечательный. Сыграет вам что-нибудь еще. Дмитрий, подумайте, что-нибудь каверзное надо. Слишком просто для наших зрителей. Ну так теперь переходим к солистам. Елена, ну к чему готовитесь к джазу, к чему-то такому удивительному роману? Вы знаете, и Павел Юрьевич, и Валерий Иванович, конечно, сказали о многих планах, которые мы готовим 20 апреля. Да, все-таки получается, я бы сказала, такой калейдоскоп музыкальных, вокальных произведений, инструментальных. Но помимо того, что мы будем исполнять джаз, у нас еще будут и прекрасные старинные романсы. И музыка, написанная уже в 21 веке современными композиторами, самарскими композиторами именно. Вот, что очень важно для коллектива, который несет именно волжскую традицию, да, исполнение всех произведений. Конечно, будет исключительно в нашей манере, но с особой такой подачей. Как считается, что в Волжском хоре всегда готовят очень хорошие кадры, да, потому что на сцене будут не только маститые певцы, как заслуженные артисты России, как заслуженные артисты Самарской области и уже ведущие мастера сцены, но также будет новое поколение, потому что, как говорится, новая кровь, молодая кровь, она все время приносит какие-то новые краски, новые ощущения. Вот скажите, есть те, кто прям вот только-только может быть? Конечно, есть. Расскажите про них, вот что вы на них смотрите, ведь в кармистах тоже что-то там для себя получаете? Ой, вы знаете, это ведь такая детальная работа, скрипулезная, я бы даже сказала, потому что каждый человек обладает своим каким-то особым темпераментом, своим особым тембром, поэтому люди не просто так становятся солистами в хоре, да, у нас хоровые артисты, они, конечно, каждый является своим вот этим вот звеном, необходимым для того, чтобы вся палитра звучала, конечно, но из этой всей палитры выделяется именно особенный человек, который в дальнейшем становится солистом. И вот в процессе работы со всем коллективом постепенно дается тут запевчик, тут запевчик, как она себя на сцене ведет или как он, как он себя эмоционально проявляет, как артистически себя проявляет. И уже потом начинаешь давать больше, больше, больше материала для самостоятельной работы. Это же гордость, гордость, гордость такая. Конечно, для сольной работы. И впоследствии потом уже выбираешь произведение, которое именно подходит солисту, которое ему и по нутру, и по голосу, и по диапазону, и по характеру. И начинаешь готовить уже к сольному исполнению. Пока еще не к сольному концерту, до сольного концерта еще далеко. Потом, конечно, данные произведения выносятся уже на художественный совет, где руководители отсматривают, отслушивают, смотрят, выбирают определенные моменты. И уже тогда вставляем в общий концерт. Сколько вот примерно новичков-то в этом концерте ожидает? Достаточно. Пусть это будет сюрпризом. Хочется, хочется, может быть, кто-то знает, там, уже нас смотрят сейчас из тех, кто будет выступать для кого-то впервые же. Есть такие, да? Есть. Есть. Ой, как здорово. Есть впервые, которые совершенно вот прям вот совсем недавно даже пришли в коллектив. Они зелененькие, но молоденькие. Ну, несколько месяцев, они где-то вот полгода, можно так сказать, уже отработали. И вот они просто очень яркие личности, и поэтому их нельзя было пропустить. Так, ну что, давайте сейчас еще будем принимать телефонный звонок, а потом уже пообщаемся с тем человеком, кто сегодня нам дает музыку, артист оркестр народных инструментов, виртуоза Самары Дмитрий Данилин. Сейчас нам тут что-нибудь интересное. Подождите, мы сначала познакомимся с нашим зрителем. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Тамара, знакомы ли вы с творчеством воузского русского народного хора? Да, знакома. Что знакомо вам, что слышали, что видели? Видела их концерт, девятого фигаля. Здорово, то есть вы уже такой гурман, собрались на созвездие идти в солистов. Ну что, готовы принять участие в нашей сегодня музыкальной викторине? Да, Павел, готов. Ну что, Дмитрий, давайте чего-нибудь эдакого, тут уже знатоки. Так. Так. Аранжировка своя, авторская. В конце концов, да, путал, следы путал. Ну что, отдадим или попытаем еще? Да, мне кажется, можно. Ну давай еще раз. Давай еще раз. Еще раз. Ну готовьтесь, наша. А, молодец, здорово. Вот и разыграли мы весь комплект наших сегодняшних наград, спасибо большое. Дмитрий, ну как вот так вот в голове столько всего нужно держать, быстренько сориентироваться. Как давно вы находитесь вот в оркестре, и какого вам быть замечательным таким человеком с инструментом, с таким красивым еще к тому же? Я в оркестре со дня его основания. Старожил. Да. Ну, постепенно вжился в коллектив, и играю на одном инструменте, а гармония – это моя как бы жизнь. Я вот самоучка выучился на ней, и живу, и то, что слышу, все на ней стараюсь воспроизводить. Даже современные какие-то песни. Ну и современные, да. Так интересно, мне кажется. Но как бы в основном у меня народный репертуар, и стараюсь я народные песни, народные мелодии обрабатывать в своей манере. Дима у нас еще, он плюс к этому, и композитор у нас очень интересный. Он у нас, для нас, очень много делает. Начинающий. Я ранжировал. Ну, не будем говорить. Пока начинающий. Ну, он говорит, да, не начинающий, но очень много делает. Перспективный. Да, перспективный, да, мы говорим так. Вот, ну, он молодец. Он очень много сделал сейчас для Волжского хора. Вот человек, который, я говорил, что он 9-го был в феврале, как раз были и «Легенды седых жигулей». И вот в «Легендах седых жигулей» очень много и музыки, которую не здесь сделал Дмитрий. А я помню тот номер, где, по-моему, да, Дмитрий, вы же там солировали, выходили в произведение. Слушайте, точно то. Я вспомнила. Слушайте, друзья, вот видите, как здорово сегодня кто-то для себя что-то интересное новое открывает. Ну, хочется, наверное, сейчас попросить наших замечательных солистов что-нибудь нам для души исполнить такого, чтобы душа ромашками покрылась. Чтобы еще и заинтересовать, да? Конечно, заматерируйтесь. В пляс, к сожалению, пуститься не получится, студия не позволяет. Ну, мы так можем. Мы внутренне, да. Это будет интересно, друзья, присоединяйтесь к нам. Вы комарики, комарики мои. Комарики, домашки, маханьки, я в сиюночку на лужочке порубыли, а мне молодой покоя не дали. Я уснула, молодая, на заре, да на зорике, на беленькой, ох, на ручке, на левенькой. Ишь ты, ах, 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 ах. А не видала, не слыхала ничего, да не видала, как мой милый друг пришел. Потихоньку к окошку подошел. Ох, какой хитрый аж ты. Потихоньку к окошку подошел. Шитую брату занавеску приподнял. Здравствуй, милая, хорошая, сказал. Здравствуй, милая, хорошая, сказал. Как ты спала, почивала без меня? Без меня, да без него, подружка. Че захотел ты, да? Без тебя, мой друг, в постели холодна, А одеялица заиндивила. Под подушку мороз, под полос, под перигу ветер. Ух, тут нанес. Две подушки потонули во слезах. Долго вечером стояла я в дверях. Тебя, милый, поджидаючи, Свою дам проклинаючи. Ой, как больно, ой. Ой, комарики, комарики мои, Да комарики, мышки-макарики я. А-а-а, а-а-а, все. Аплодисменты, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира. Звоните нам, задавайте свои вопросы нашим сегодняшним гостям. Мы с большим удовольствием на них ответим. Может быть, есть какие-то эмоции, впечатления о том, как вы были, бывали, или, может быть, что-то интересное как раз-таки на концерте замечательного русского народного хора заметили. Давайте делитесь впечатлениями, мы будем рады принимать ваши звонки. Не стесняйтесь, это самое главное. Ну, что касаемо, кстати, вот виртуозов Самары, хотелось спросить. У вас, как говорится, вот совсем недавно приехали вы с большим, замечательным призом, победой. Что впереди? Что готовить еще интересного, может быть, такого неожиданного? Ну, у нас сейчас идет большая и подготовка идет, мы долго к ней шли, мы хотим их и сделать. И большой концерт оркестра, вот где-то, наверное, мы там планируем, или октябрь, или в ноябре месяц, вот там будет как раз построено практически 99 процентов, весь концерт будет построен только на музыке. Но там будет тоже своя определенная и хитрости будет. Просто так и не получается. Да, не получается. Ну, потому что, как бы у нас, да, Павел Иванович, мы очень и долго на эту тему общались, очень долго на эту тему и думали, потому что, как бы, ну, все оркестры есть, у них есть свое какое-то определенное лицо, вот, и мы все-таки еще решили придумать... Неужели затанцуете? Придумать нашему оркестру свое лицо, чтобы оно отличалось и полностью от всех, чтобы были и от музыки, и от многих вещей. Мы очень долго, говорю, опять же, этим вопросом занимались, Павел Иванович, он обошел и долгий отбор, и до сих пор еще идет, отбор и музыкальных номеров. Вот, а так, пока вот, вот это у нас такое, я бы хотел сказать, да, Павел Иванович, такое самое основное там вещь, на которую мы будем сейчас вот уже, будем... Дело в том, что время требует сегодня других немножечко ощущений, другого какого-то восприятия, и поэтому, хотим мы этого или не хотим, а традиционного какого-то, традиционной формы концерта, приходится все равно как-то отступать. Ну, отступать надо, конечно, тоже красиво, грамотно, со вкусом. Не переборщить, да. Не переборщить, да. Но, еще раз повторяю, время требует... Экшена какого-то, конечно, шоу. Зритель сейчас у нас... Избалованный. Избалованный, да. Поэтому, ну, просто приходить, отыгрывать произведение за произведением, исполнять песню за произведение. Академический концерт. Да, академический. Это хорошо, это здорово, это нужно делать. Классно, конечно. Это будет, да. Это будет, естественно. А так, в общем-то, да, рождаются очень много каких-то идей, спорим. Главное, чтобы не дрались. Нет. В споре рождается истина, как говорится. Спор – это великое дело. Но самое главное, что этот спор, скажем, наоборот, подталкивает на что-то... На поиск. Уходишь, подумаешь, все, приходишь. Так, давайте вот так попробуем. Давайте. Ну, я думаю, что все равно мы в ближайшее время нашу публику удивим и представим, где... Ну, не будем сейчас секреты раскрывать, что у нас задумано. Ну, задумано. Но самое главное, действительно, чтобы было качество, чтобы была... Музыка. Музыка была. Музыка была, которая, она должна людей... Ну, и мы в первую очередь все равно думаем о музыке. Конечно. Мы в первую очередь, когда сидим с Павлом Юрьевичем... То есть, вообще, вы не думаете о музыке? Не думаете? Да. Вы постоянно о ней как бы живем, и мы ищем произведения, те, которые были бы правдой. Во-первых, это надо найти такие произведения, которые они бы и оригинально звучали в исполнении оркестра и народных инструментов. Это мы, опять же, думаем о тех аранжировках, которые будут там делать. Ох, что это ведь? Ну, такая работа... И серьезная очень. Очень серьезная работа с другими их инструментами, которые как бы их и зрители и не привык видеть. И в оркестрах, и народных инструментах. Это тоже у нас есть своя там идея, мы потихоньку двигаем, разрабатываем. Ну, это тоже процесс такой. Ну, кстати говоря, в этом концерте мы немножечко сделали сейчас акцент на вокальную музыку. Да. Но, конечно же, прозвучат произведения для соло-баяна с оркестром, для соло-балалайки с оркестром, для домра с оркестром. Также зрители услышат произведения концертной пьесы для ксилофона с оркестром. То есть мы хотим представить всю палитру инструментов, которые у нас есть по возможности. Конечно, в одном концерте Дмитрий будет исполнять сольное произведение для гармонии с оркестром. Ну, это всегда тоже интересно. Но самое главное, самое главное, вот что мы говорили, так сказать, о перспективе, о наших планах, самое главное – не потерять свое лицо. Вот очень было приятно слышать, когда мы были в Башкирии на международном конкурсе национальных оркестров и ансамблей. Сразу после нашего выступления жюри отметила, председатель жюри и члены жюри отметила, подходили коллеги, подходили музыканты из других коллективов, именно отметили, что вот есть сразу ощутимая изюминка нашего коллектива, что мы не похожи на другие коллективы. Самой. К нашей радости. Это же очень приятно. И исполнение музыки. И само исполнение. Техника. И наш репертуар – это что-то необычное, то, что всколыхнуло, и, в общем-то, мы получили гран-при. Дмитрий, а вот вы сказали, что вы еще на чем-то умеете играть. Это что за инструмент? В оркестре я сижу на компонирующем инструменте, типа лайк-секунда. А так я закончил высшее учебное заведение по классу баяна. Ну, еще на других инструментах, как гуси-клавочная. Мульти-инструменталист. Колондайк, да? И на пиле. Конечно, на пиле. Килая наша сломана. Расскажите, как это, каково это, я видела этот номер, каково это вообще играть на пиле. Друзья, это действительно, это не шутки. Если вы не видели, то обязательно, я думаю, как раз-таки, когда еще раз, да, будут легенды седых жигулей, вроде пилы только стоят. Да мы сделаем и отдельный номер для аркистре. С тремя пилами. Что за пила? Откуда они? Это обычная двухручная пила, но... Красота во всем. Идея вот... Валерий Иванович. Валерий Иванович подал идею, что... Не сыграть ли нам на пиле? На пиле. И только не одна, даже не одна пила, а целых три было. Потом две. Струны порвались. На этой пиле пробовали разные приемы звукоизлечения, и... Как будто она поет. Она, получается, не ударяешь по ней, а она поет. Вибрирует, да? Вот именно этого эффекта и... Да вот, и долго искали. Искали. И потом... Не представляю эту картину. Обошли. Сиди. Долбили. 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 А то есть, это какие-то нужны... Все равно эти характеристики, да, она должна быть какая-то определенная? Да нет, тут вопрос... В умелых руках, наверное, зазвучит и батарея. Это точно. Много инструментов, которые у нас есть в оркестре народных инструментов, это инструменты, которые перекочевали из быта. Ложки-то понятно. И ложки... И стиральные доски. И разные... И колотушки, и погремушки, и что только нет. Дрова. Дрова. То есть, мы их называем экзотические ударные инструменты. То есть, все, что... Все, что гремит, звенит косой, пивой. Это можно все превратить в очень интересные, оригинальные номеры. С ума сойти. В следующий раз, мне кажется, что-то космическое будет как раз... Космическое тоже будет скоро. Да ладно. Неожиданно, друзья. 202-11-22, телефон прямого эфира, звоните. Я обещала вам еще подарочек. Будем разыгрывать мы билеты в кино. Сейчас предлагаю посмотреть на кадр, кадр фильма. Может быть, даже удивитесь, что он тут в цвете. Но тем не менее, если вы угадали, что это за фильм, звоните. Билет в кино, киномечта вас приглашает. На двоих вам достанется 202-11-22. Надеюсь, вы узнали, что за фильм. Дима, споем. Ее фрагментик маленький. Да? Если можно. Смуглянка. Тональность, конечно, у гармошки-то одна. Ну, какая есть. Прям чуть-чуть. Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад. Там суглянка-молдаванка Собирает виноград. Я краснею, я бледнею, Захотя вдруг сказать, Встанем над рекою, Зорьки летние встречать. Раскудрявый, Да клюн зеленый, Раскудрявый резной. Я влюбленный И смущенный перед тобой. Клен зеленый, Да клен кудрявый, Да раскудрявый резной. Красота. У нас никогда такого не было. У нас еще официалист был. Да, Елена Юрьевна Звук запела сопрано. Так что, все замечательно. Вот видите, чего только не бывает в прямом эфире. 202-11-22, звоните. Так, мы и два билета и в кино, Елена Юрьевна, и выиграли. Все, мы собрали, да. Вы молодцы, что тут еще добавили, что сказать. Есть у нас телефонный звонок, но уж с таким подсказками не отгадать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Мария Константиновна. Готовились, Мария Константиновна. Я надеюсь, вы-то угадали, что за фильм мы сегодня для вас. Да, не старики. Конечно. Говорят, продолжение снимать будут. Слышали? Не слышали? Как здорово. Вот так вот. Как вам наши сегодняшние гости? Расскажите. Изумительно. Я вообще люблю все народное. Инструменты. Это вообще чудо. Народные творчества, песни. Инструменты все народные. Очень люблю. Ну здорово. Отправляйтесь в кино. Спасибо вам большое за то, что вы нам позвонили. Ну вот. И на концерт. И на концерт 20-го. А так, если нам сообразите билеты для Марии, то с большим удовольствием мы пригласим. Пригласим. Это правильный подход. Пока. Мы, собственно, для этого и собрались. Озвездие солистов. 20 апреля филармонии. 18.30. Приходите, не пожалеете. Ух, чего там только не будет. Очень интересно, здорово, зажигательно. Ну, хорошо. А летом-то летом что делает хор? Летом мы будем. Почему летом? У нас и концерт еще есть. И у нас будет, и начнется, в летний период начнется большая подготовка для этого, во-первых, на сентябрьский концерт, который это будет, открытие и сезона, который концерт, и посвященный им, и Милославу посвящен. У нас будет и премьера программы новой. Это хор, оркестр большой, и большая премьера будет. И большая премьера оркестра. Вот у нас что и запланировано. На чем тут люди не будут играть? Удивительно. У нас там будет очень много чего интересного. И программа новая, которая будет, хор, тоже мы сейчас сделаем, она тоже будет интересная, необычная. Потому что мы долго искали эту тему, отыскали ее, отобрали кучу песен, именно волжских песен, именно подход к этой истории. И здесь у нас... Все заделывается летом. Да, все заделывается летом. А с сентября уже попрем. Ну, правильно. Новый сезон, новые силы. Новые силы, да. Там, видишь, и новые какие-то у вас солисты появятся удивительные. Ждем. Ждем, да. Ждем. Надеюсь, и все верим. А у нас остается немного времени до конца программы. Есть ли что-то у вас музыкального нашим зрителям под финал нашего эфира сегодня? Я думаю, Дмитрий лучше сыграет. Дмитрий? Да. Наш сегодняшний просто человек-мультиинструменталист. Пила. Да. Балалайка. Баян. Гусли. Гармонь. Гусли. Дмитрий. Еще у меня пять пальцев есть. Что еще сюда может вместиться? Какой инструмент еще не назвали? Кроме того, то, что он начал писать музыку, он еще и стихи начал писать. Композитор, автор. Ну, вот еще осталось. На гитаре наверняка вы имеете играть. На гитаре нет. Ну, на стиральной доске. К следующей встрече пересет гитару. Поготовься. Ну что, давайте объявлю, чтобы уж как правильно. Дмитрий Данилин, артист-оркестр народных инструментов виртуозы «Савары». Пожалуйста. Ольга. Дмитрий Данилин, артист-оркестр народных инструментов Дмитрий Данилин, артист-оркестр народных инструментов Ух! Дмитрий Данилин, артист-оркестр народных инструментов Все. Ух! Это было авторски, я так понимаю. Здорово, друзья. Ну что, сейчас, наверное, осталось как раз-таки, не знаю, может быть, передать слово нашей дорогой солистке Елене, которая пригласит всех на концерт «Созвездие солистов». Пожалуйста, камера напротив вас. Дорогие наши самарцы, мы очень вас ждем на нашем концерте 20 апреля в Самарской государственной филармонии в 18.30 на наш прекраснейший концерт «Созвездие солистов». Милости просим, всем будем рады. Павел, есть что добавить вам к этому замечательному монологу? Ждем с удовольствием встречи со зрителями, сделаем все для того, чтобы захотелось еще и еще раз приходить на наши концерты. А я все так жду и не дождусь, может быть, Валерий организует когда-нибудь концерт на улице, чтобы все могли плясать, а не просто сидеть и слушать. Это очень сложно. Пожалуйста, 9 мая, площадь Куйбышева. Вы будете рады. В 19.00 будет шикарный концерт, посвященный 9 мая нашей победе, но это будет тоже, это будут не все военные песни, там будет все. Праздник. Там будет огромный праздник, огромный концерт, и концерты будут идти час тридцать, это именно будет, и будет и в Волжский хор с солистами, с чужими солистами, с нашими солистами, ну я имею в виду, и с другими исполнителями. Так что будет большой концерт на площади Куйбышева 9 мая в 19.00. Стоит запомнить, 20 апреля, филармония, 18.30, 9 мая, площадь Куйбышева, 19.00. Ну что, спасибо вам большое, что пришли и подняли нам всем настроение. Надеюсь, оно у вас действительно, друзья, хорошее, солнечное, весеннее. До свидания, всего хорошего. Пойте, танцуйте, отдыхайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова